Здарова, ребята! Прежде чем начать, я хотел бы поговорить об обратной стороне медали каждого летсплейщика. Вернее, почему об обратной? Ни для кого не секрет, что каждый летсплейщик, начинающий в свое время свой долгий поход, планировал зарабатывать неплохие деньги на своих трудах. И только это являлось первоначальным и важнейшим толчком к действию. Сейчас популярные летсплейщики, будучи материально защищенными, могут рассуждать на этот счет как угодно. Однако одно остается неизменным. Эти люди зарабатывают на наших ожиданиях. Но понятно, что есть контекстная реклама, есть другие каналы, которые пиарятся незабесплатно. Это все составные их общего заработка. Но то, что мы, зрители, отдаем им самое дорогое, что у нас есть, это наше время. Я имею в виду то, с каким трепетом мы ждем новых видеороликов. И если рассматривать немного глубже, то мы имеем полное право называть себя их работодателями. Грубо, конечно, но посудите сами, они стараются ради нас. Они работают, снимают, выделяют под это огромный промежуток своей жизни. И все это для того, чтобы мы просто посмотрели их видео. Они, конечно, молодцы. Но, исходя из этого, мы имеем полное право диктовать им свои условия. И ничто так хорошо не действует в этом плане, как критика. Я, конечно, не в полном объеме критикую каждого летсплейщика. Но подытоживаю большинство его ярких черт. И эту мысль можно развивать, в принципе, и дальше. Но только после небольшого обзора нашего сегодняшнего героя, думаю, все станет немного яснее. Итак, сегодня я хотел бы ответить на вопрос, что этот летсплейщик себе позволяет. Эй, ухай, с вами Вангай. И добро пожаловать в новую вышедшую игру Far Cry Primal, где события разворачиваются в доисторическом периоде. И где пока что нет русской озвучки. Первый ролик датирован 24 марта 2013 года, через 4 дня после создания канала. Возможно, это не самый первый ролик, как и не самый первый канал. Под 7 миллионов подписчиков и в общей сложности под полтора миллиарда просмотров. Очень неплохо для русскоязычного ютубера. Интересующий нас контент на канале Вангая это игры, в которые шпилятся абсолютно все. Летсплеи, любезно предоставленные автором канала, имеют вид, как вы уже смогли догадаться, веселого монтажа. Поэтому они не длинные и смотрятся очень легко. Чё? Ааа, я понял, духовка, так зайдём пожаримся. Не используя хромакеи, Ивангай отлично оперирует всеми плюсами этого момента, а в частности ближайшим окружением при съёмке. А в сочетании с качественной камерой, результат радует по полной программе. Хаю-хай, с вами Вангай. О май гад, ты killed Кэмми! You bastard! Но то, что делает летсплеи весьма смотрибельными, это харизма. Много энергии, горящие глаза и уверенный голос. Стиль и взгляды, открываемые зрителю, дают впечатление безбашенного и неудержимого подростка. Да живучая ж собака! Да ё-моё, да падай ты! Да упади ты! Так, стоп, он по-моему уже умер. И в это определение попадают самые активные пользователи Ютуба. Отличное сочетание летсплейщика и игры Default Den. Переиначенные стереотипы, которыми были напичканы платформеры 90-х, такие как Марио и многие другие, ставят нашего героя в необычайно затруднительное положение, заставляя его выдавливать из себя всё новые и новые эмоции. Да и парниша в игре немного похож. Просто представьте, что это Ивангай бегает по уровням и удивляет всему тому дерьмецу, что происходит. Отличное прохождение Бен энд Эд. Множество раз заставил посмеяться. Но не обошло и переигрывание стороной этого летсплейщика. Вся ограниченность получается выстроена нарочно, хотя зачем? Очень хорошо просматривается, ну допустим в этом ролике. Это тот мемчик с бурундочком. Драматический бурундок. У многими боготворимого Ивангая, похоже, больше получается дурачиться, чем выстраивать собственное мнение в сюжет. И я не говорю, что это у него совсем не получается. Просто шутки Ивана Иваныча, построенные нарочно, не такие уж и смешные. Таблетки? Ребята, мне кажется, это заразно. Согласно вышесказанному, кооперативы хороши ровно настолько, насколько проявил фантазию наш сегодняшний герой. Папа, папа, я обосрался, папа не умирай. Не получилось. Теперь немного об оформлении канала. Эээ, просто капец, какая отличная шапка, не то, что у некоторых. Он ее поменял, да? Все равно Ивангай рулит. А согласно фотографии, похоже, он созерцал расщепление ядер урана. С очень близкого расстояния. Броски, приятные на вид, оригинальные превью к видео говорят о богатой фантазии. Как ни странно, о копировании кого-либо хочется говорить в самую последнюю очередь. Все, что сходит с конвейера Ивангай, кажется оригинальным. Искать соответствие, собственно, нет желания. Это тот редкий момент, когда остаешься удовлетворенным тем, что есть. Таким образом, канал Ивангай позволяет нам быть в курсе многих вещей, которые создают популярность. Своевременно питаться позитивом, наслаждаться качественным видео, созерцать все новые и новые видеоигры и просто наблюдать за тем, как с несерьезностью делать серьезные вещи. Вот такое мнение по поводу такого вот канала. В конце я хотел бы сказать, что буду абсолютно нейтрален к любому агрессивному комментарию под этим видео. В конце концов, некоторым просто не суждено увидеть разницу между критикой и надругательством. Однако, я считаю, что такая набирающая популярность явления, как летсплей, обязательно нуждается в обзорах, в критике. Ведь оно привлекает очень большое количество молодежи. И представьте, если бы люди, в чьих силах сейчас удерживать их внимание, продвигали бы все больше и больше правильных, общечеловеческих, что ли, ценностей через красоту, доброту и тому подобное. Возможно, мы получили бы новую меру творчества. Поэтому я и говорю о летсплейщиках, чтобы вы, общаясь в комментариях, усложняли и расширяли этот жанр, требовали от него больше. Возможно, то, что мы имеем сейчас, нам и нравится, но это не значит, что люди, которые нам это предоставляют, не могут сделать все еще лучше. И все мы имеем хорошую возможность и полное право требовать от них этого. А почему нет? Да ладно, просто подумайте об этом. А меня зовут Евгений, это канал Юджин Студио. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и будьте счастливы. Всем пока!